Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас веб-семинар, посвященный методике предупреждения ошибок обучающихся 9-11 классов при подготовке к государственному экзамену по литературе. Конкретно будем говорить с вами о литературе. Все, кто вышел и слушает нас, спасибо вам большое. И обязательно пометьте территории, сколько у вас человек. Для нас это важно. Нам нужно посмотреть потом, насколько необходимы такие веб-семинары, для того, чтобы запланировать их на следующий год. Об этом тоже пишите. И в конце не забудьте, кроме того, чтобы задать вопросы, обязательно напишите, насколько полезна оказалась вам та информация, которую мы вам дали. Сегодня перед вами выступит Вера Владимировна Палачева, кандидат в логических наук, доцент нашей кафедры. Именно конкретно она вам расскажет о том, как нужно правильно подготовить учащихся к экзамену, какие требования и на что обратить внимание. И уже после Веры Владимировны я позволю себе занять ваше время немножечко презентацией, представить общую картину того, что мы с вами сегодня проговорили, и показать вам, на какие учебные пособия следует обратить внимание при подготовке к ЕГЭ и ГИА по государственному экзамену по литературе. Итак, слово предоставляет Вера Владимировна Палачева. Здравствуйте, коллеги. Цель нашего сегодняшнего с вами общения – это традиционный разговор о подготовке к сдаче экзамена в 9 и 11 классах. И учитывая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, когда в 9 классе опять выбирают два предмета, многие из учеников выбирают литературу, особенно это касается профильных классов. И затем, как правило, часть из тех, кто сдавал литературу в 9 классе, сдает ее и в 11 классе, выбирая потом в будущем какую-то профильную гуманитарную специальность. В данном случае, учитывая, что варианты экзаменационных работ 9 и 11 классов частично друг друга дублируют, можно рассматривать подготовку к сдаче экзамена по литературе в 9 классе как своего рода подготовку к сдаче экзамена в 11 классе. И для многих учеников, которые еще только-только начинают определяться, какой в будущем им профиль избрать и чем заниматься, как раз может быть сдача вот этих экзаменов по выбору в 9 классе будет полезной. Потому что бывают ситуации, когда ученик, выбирая для себя профильный класс 10, как раз и решал выбирать ему литературу или же какой-то, может быть, естественно, научный предмет. Вот в данном случае чем принципиально отличаются варианты экзаменационной работы 9 и 11 классов? Потому что, как правило, учитель, готовящий учеников, он связан с этими взрослыми категориями. И очень часто это один учитель. Поэтому сразу же надо отметить, что при всем таком внешнем видимом сходстве уровень подготовки, конечно, должен отличаться. Во-первых, начнем с того, что экзаменационная работа 9 класса напрямую связана с умением работать с текстом. И по правилам экзамена ученикам предоставляется текст. Затем все вопросы, которые сформулированы в варианте экзаменационной работы, они нацелены на то, что ученик имеет право при ответе воспользоваться не только теми фрагментами, которые непосредственно у него включены в варианты, а он имеет право расширить рамки этого текста за счет работы с полным текстом произведения. И в этом плане, конечно, выигрышными оказываются либо небольшие по объему тексты, чтобы еще дать возможность ученику пробежаться глазами, визуально посмотреть еще раз этот текст, либо тексты хрестоматийные, которым уделяется достаточно большое количество времени на уроках литературы. В частности, базовыми текстами оказываются комедия Грибаидова «Горе от ума», роман в стихах Пушкина Евгения Онегина, роман Лермонтова «Герой нашего времени» и поэма Гоголя «Мертвые души». В большинстве своем ученики как раз в качестве тем сочинений как раз выбирают темы по этим произведениям. Поэтому в данном случае ученик, идя на экзамен, в девятом классе уже чувствует себя более-менее уверенно и спокойно за счет того, что он может увидеть текст произведения. В одиннадцатом классе такой возможности, конечно, предоставляться не будет. Учитывая, что часть из обязательных произведений, включенных в кодификатор, изучалась в среднем звене, очень часто возникает такая ситуация, что, конечно, в одиннадцатом классе заново перечитать все произведения просто не предоставится такой возможности, не предоставляется возможности. Поэтому в одиннадцатом классе важно, чтобы ученик имел обзорное, общее представление, и там проверяется прежде всего умение работать с фрагментом приведенного произведения, которое включено в состав экзаменационной работы. Поэтому главное умение, которым должен овладеть ученик, это умение работать с частью текста, то есть с фрагментом текста и с целостным текстом. В девятом классе также принципиальным отличием будет то, что ученикам на выбор предоставляется выполнить один из возможных вариантов. И учитывая, что зачастую время, отведенное на экзамен, его достаточно много бывает, ученики некоторые пытаются выполнить сразу оба варианта, но, видимо, по принципу того, что эксперт проверит и выберет какой-то лучший вариант. Бывает так, что несколько сочинений пишут, то есть выполняют дублирующиеся виды работы. Вот этого сразу, хочу сказать, делать не следует, потому что эксперт в данном случае не будет выбирать и сравнить что-либо, он будет проверять первые задания, которые отвечают соответствующим требованиям. Так, поэтому в данном случае все, что пишется сверх нормы, это работа, которая сделана, в общем-то, впустую. И в данном случае сознательно нужно ориентироваться на то, что в девятом классе право выбора есть, и его надо реализовать. Многие ученики девятого класса, я сама работаю в девятом классе и в одиннадцатом, сталкиваюсь еще вот с какой проблемой, когда школьники сразу выбирают для себя тот род литературы, с которым они собираются работать. Кто-то говорит о том, что однозначно он выберет вариант, где основу будет составлять анализ лирического произведения. Кто-то говорит о том, что он будет работать с эпическим текстом и только с ним. При этом такой выбор, он на самом деле ни на чем не основывается. Разумность доводов может быть связана только с тем, что анализ эпического или анализ лирического произведения удается лучше. На самом деле выбор варианта должен быть напрямую связан с формулировкой вопросов. И бывает так, что ученик, который сознательно для себя выбирает лирику, увидя, какие задания прилагаются к лирическому тексту, очень часто отказывается от этого варианта. Поэтому учеников девятого класса как раз нужно ориентировать на то, чтобы, получив варианты, ознакомиться с содержанием двух вариантов. И уже потом выбор сделать. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя комбинировать варианты. То есть комбинировать задания и создавать какой-то синтетический вариант. Такое тоже бывает, к сожалению. Далее. Учитывая, что в девятом классе представляется примерно половина того, что требуется в одиннадцатом, то что мы имеем? Отсутствие тестовой части. Чем это оправдано? Ну, во-первых, тем, что в девятом классе только-только начинается освоение категориального аппарата. В таком достаточно серьезном уровне целостного комплексного анализа произведения. И в девятом классе существует существенная перестройка сознания в плане того, что предлагаются в качестве рабочих определений, уже определения теоретического порядка. Ну, например, учитывая, что комплекс изобразительно-выразительных средств дублируется и в русском языке, в большинстве своем, когда ученики начинают работать с литературным текстом и писать работу по литературе, они переносят свои знания, полученные из смешанной дисциплины, на литературу. Или же те определения, к которым они привыкли в средней школе. Например, очень часто встречается такая ситуация, что когда речь заходит об эпитетах, ученик пишет, что это красочное определение. И на этом, собственно, останавливается. Для девятого класса это уже маловато. То есть в девятом классе нужно отдавать себе отчет, что эпитет – это оценочное образное определение. И не каждое прилагательное в тексте будет являться эпитетом. Но в данном случае самый такой элементарный текст, который предлагался в демоверсии, это стихотворение Федора Ивановича Тютчева, есть в осени первоначальника. То есть текст, который включен в учебник литературы, в раздел тематические стихотворения о родной природе. Да, это материал фактически пятого класса по учебному комплексу Королина. И в этом плане, конечно же, разбирая это стихотворение, говорят и об эпитетах, и о других изобразительно-выразительных средствах. Так вот, если задаться целью посчитать, сколько в этом стихотворении эпитетов, у всех всегда получается разное количество. Потому что на самом деле их там всего три. Так, вот в этом плане, в девятом классе как раз ученик и должен попробовать поработать на раскрытие определения. То есть использовать вот эти теоретические знания для анализа предложенного текста. Далее, второе задание. Это задание на сопоставление. Тоже, если посмотреть материал средней школы, очень часто по произведениям возникает вопрос о сравнительно-сопоставительных характеристиках. В данном случае задание усложнено тем, что это сравнительно-сопоставительная характеристика разных текстов. И для того, чтобы их адекватно сопоставить, необходимо сформулировать параметры сопоставления. И вот это задание многим оказывается не под силу, потому что главная ошибка, которую совершают здесь ученики, они задают описательный план этих текстов. То есть они не могут обозначить те элементы, которые необходимо сформулировать как позиции сопоставления. А в критериях оценивания как раз такая позиция предполагается. Ну, например, когда, скажем, предлагается сопоставить письмо Татьяны Лариной из романа Пушкина Евгения Анигин и письмо Веры из романа Лермонтова «Герой нашего времени». И первое, на что сразу обращают внимание, чисто внешнее различие, когда пишут, что письмо Татьяны Лариной написано в стихах, а письмо Веры написано в прозе. При этом не отдавая себе отчет, что это нежелание героини, писать в прозе или в стихах, а это форма и структура самого текста произведения. Скажем, если бы Лермонтов планировал написать роман «Герой нашего времени» в стихах, скорее всего, его героиня писала бы письмо, никак не прозой. Так, в данном случае для девятого класса опять ситуация облегчена тем, что тексты для сопоставления у них перед глазами. То есть уже сознательно выбраны либо целые поэтические тексты, либо же фрагменты более крупных произведений, которые необходимо сопоставить. И вот здесь всегда есть один такой момент, который тоже необходимо учитывать. Очень часто оказывается, что выбранные для сопоставления текста, особенно лирические, не всегда сопоставимы, не всегда равноценны в плане авторской поэтики. Ну, например, сопоставление стихотворения того же Федора Ивановича Тютчева есть в осени первоначальной со стихотворением Николая Алексеевича Некрасова перед дождем. Но уже в самом вопросе общая основа для того, чтобы эти стихотворения сопоставлялись, заявляется это изображение картин осени, как времени года. И тогда для ученика стоит задача увидеть не только в чем различие этих текстов заключается, но и найти сходства. Конечно, различий будет больше. И это очевидно, потому что не то, что сами стихотворения разные, они разные по времени написания, они разные по отображению в них лирического героя, как он себя проявляет. Они разные будут по системе лирического восприятия. Например, у Тютчева там как такового лирического героя нет. Там представлено не только сознание субъекта, воспринимающего эту пейзажную картинку. А у Некрасова, наоборот, не только субъект присутствует, но это еще и ролевая основа. То есть для девятого класса не стоит ученикам вот на эти особенности обращать внимание, потому что не требуется здесь показать особенность стихотворения Тютчева или Некрасова. Это другого типа задания. Нужно показать общие характеристики. В данном случае их объединяет то, что это осеннее стихотворение. И различие будет заключаться в том, как изображен этот осенний пейзаж. У Тютчева пейзаж гармоничный, и эта гармоничная картина природы умиротворяет самого субъекта, который ее созерцает. Его душевное настроение, его внутренний мир совпадает с тем, что у него перед глазами. То, что касается Некрасова, буря, которая возникает в природе, также является отображением внутреннего мира героя. Поэтому в данном случае, когда это задание выполняется, необходимо внимание сосредоточить не на каких-то чисто внешних деталях, которые, конечно, будут различаться, а посмотреть внутренний рисунок обоих текстов. тогда можно выйти на позиции сопоставления. Только при таком раскладе их можно очень четко сформулировать. Далее. В 11 классе также есть задание на сопоставление. Но в 11 классе уже, конечно, никаких текстов не предлагается. Наоборот. Предлагается выстроить контекстуальные цепочки. И в данном случае требуется самим назвать еще два текста, которые бы как-то координировались с тем текстом, который заявлен в основном варианте работы. И в данном случае задание усложняется еще тем, что таких заданий в варианте каждой работы два. То есть одна контекстуальная цепочка будет связана с прозаическими, драматическими или лироэпическими текстами, а вторая цепочка будет связана с лирическими текстами. И, в общем-то, в 11 классе как раз и проявляется умение ученика работать с лирической системой и с системой эпической. Как выстраивать эти цепочки? Ну, чуть попозже об этом поговорим. Далее. Еще одно принципиальное различие между вариантом 9 и 11 классов заключается в объеме ответов. И очень часто можно услышать, особенно когда на семинарах идет какое-то обсуждение, очень часто возникает возражение в плане объема, да, или сомнение в том, как можно в трех предложениях дать хороший, развернутый, глубокий ответ. В данном случае в 9 классе действительно объем ответа достаточно ограниченный. Есть там варианты ответов в объеме 3-5 предложений, там или 5-8 предложений. В 11 классе объем, соответственно, будет больше. Для небольших ответов это 5-10 предложений. И тоже необходимо сразу же понять, почему такой объем возникает. Он возникает не на пустом месте. На самом деле, и в 9 классе, в 11 задания, которые собой представляют прямой связанный ответ, они предполагают действительно небольшой по формату ответ прямо на поставленный вопрос. И в данном случае из чего этот объем складывается? Допустим, вопрос, который формулируется в варианте 9 класса. Я, скорее всего, намеренно буду использовать один текстовый пример, чтобы показать на нем все разнообразие заданий. Один из вопросов небольшого ответа звучит так. Каким настроением проникнуто стихотворение Тютчева есть в осени первоначальника? В данном случае, если мы берем во внимание, что нам нужно задать прямой связанный ответ, из чего он будет складываться? Прямой ответ – это ответ по существу поставленного вопроса. и в общем-то методика начальной школы как раз и учит детей создавать прямые ответы. Связанный ответ означает то, что ответ должен представлять собой минимальный текст. И в вариантах 9 класса, в вариантах 11 класса в примечаниях пишется, что указание на объем, конечно же, условно. То есть объем можно уменьшить, его можно расширить. Но опять-таки, если в качестве конечного продукта у нас стоит связанный ответ, то есть требуется создать текстовый вариант, в этом ответе должно быть минимум два предложения. Соответственно, тезис и комментарий к этому тезису. Следовательно, если мы попробуем смоделировать ответ из трех предложений на поставленный вопрос, у нас получится примерно следующее. Первое предложение дает нам прямой ответ. Ну, например, о том, что настроение лирического героя стихотворения Тютчева – это умиротворение, умиротворенное настроение. Далее, это наше утверждение должно на чем-то основываться. Дальше дается комментарий с выходом на анализ текста и обязательно текстовый ряд цитатов. И в девятом классе в одиннадцатом. И вот, к сожалению, очень часто на этот элемент внимания не обращается. То есть ученик может очень хорошо задать анализ, не выходя на текст, не подтверждая свои мысли в прямом цитировании. Это неправильно, потому что в условиях оценивания, в критериях очень четко прописано, что выдвинутые тезисы подтверждаются текстом. А это предполагает любой из видов цитирования. Либо это прямое цитирование, либо косвенное цитирование, либо несобственно прямая передача текста. Но учитывая, что в отношении лирического текста косвенное или несобственно прямое цитирование задать будет сложнее, лучше, конечно, воспользоваться прямым цитированием. И таким образом у нас три предложения собственно и получится. То есть первое предложение будет представлять собой прямой ответ на вопрос. Второе предложение это комментарий с выходом на анализ, подчеркивая то, что от страфы к страфе это состояние героя формируется в плане того, что он видит отдыхающее поле, покой везде. Так, то, что подкрепляет наш вывод конкретно цитат на плане. То, что касается одиннадцатого класса, там, где ответ предполагает уже более развернутый вариант, эта развернутость включает в себя авторский замысел, авторскую идею. И если формулировка вопроса предполагает выход на собственное мнение, на собственную позицию, то, соответственно, предлагается своя точка зрения. В данном случае ученик должен отдавать себе отчет в том, когда он эту свою точку зрения может выражать. Потому что очень часто, к сожалению, экзамен по литературе и письменная работа предполагает только выражение читательской позиции, которая очень часто идет в разрез с позицией автора. Поэтому необходимо научиться понимать, то есть правильно читать формулировки вопросов. Бывают вопросы, которые по формулировке своей уже сознательно будут ориентированы на читателя. Ну, например, такого плана. Как вы считаете? Что по-вашему? Что с вашей точки зрения? И вот здесь как раз тот случай, когда речь идет о выражении собственной позиции. Во всех остальных случаях определяющей, доминирующей позиции должна быть позиция автора. И в данных заданиях, конечно, на первом плане оказывается понятие «точка зрения». То есть в данном случае как раз таки проверяется умение ученика во-первых, работать с текстом в плане анализа, навыки работы с текстом. Второе, освоение таких базовых понятий, как тема, идея, проблема произведения и точка зрения. В плане того, чтобы различать субъекты высказывания. Потому что, опять-таки, очень часто точка зрения героя, точка зрения автора оказываются соединены. И это, пожалуй, самая большая проблема, когда начинаешь оценивать ответы. что в девятом классе, что в одиннадцатом. Далее, то, что касается формулировок вопросов ко второму заданию в девятом классе, это всегда вопрос, который так или иначе будет связан с пониманием какого-то литературо-ведческого термина. И вот здесь начинать подготовку к сдаче экзамена, конечно же, имеет смысл с того, чтобы ознакомиться с нормативными документами и с тем объемом материала, который включен в кодификатор. Ознакомиться с ним можно на сайтах ФИПИ. Там есть предметная папка по литературе, в которой, как и в каждом собственном предмете, есть три документа. Это спецификация, которая объясняет уровни сложности заданий, кодификатор, где можно почерпнуть знания о том, какие произведения будут задействованы на экзамене и какие литературо-ведческие термины. Вот там как раз круг литературо-ведческих терминов определён очень точно. Третий документ это демоверсия, которая уже наглядно собственно покажет, как это практически может выглядеть. Так вот, то, что касается кодификатора, круг литературо-ведческих понятий определён на момент изучения в девятом классе и на момент окончания школы, то есть в одиннадцатом классе. Если сравнить оба списка, то, конечно, общую основу будут составлять термины, которыми как раз пользуются для анализа литературо-ведческого произведения. В одиннадцатом классе, конечно, круг будет более широкий, но ненамного. Поэтому в девятом классе, готовясь к экзамену по литературе, как раз и формируется вот это терминологическое ядро. Следовательно, формулировка вопроса в девятом классе по стихотворению Тютчева вопрос звучит следующим образом. Какую роль играют эпитеты в стихотворении Тютчева? И прежде чем начинать на него отвечать, в первом предложении ученик должен сформулировать свое представление об этом термине. То есть под эпитетом традиционно понимается. И далее он может предложить рабочее определение. Может своими словами написать, как он этот термин понимает, то есть необязательно здесь давать какое-то заученное определение или же слишком наукообразное, как в литературоведческом словаре. В данном случае имеется в виду то, что ученик должен через опорные слова дать рабочее определение и затем применить его на конкретном практическом тексте. Поэтому, если он пишет о том, что эпитет это оценочное образное определение, далее можно во втором предложении либо перечислить эти эпитеты, либо обозначить много их или мало используют тютчих, а кто-то руководствуется принципом, что необходимо перечислить все эпитеты, которые есть в стихотворении. Здесь любой путь будет правильным. Главное показать, я знаю, что такое эпитет, я понимаю это теоретически и я могу практически на примере любого текста показать, найти их в тексте и объяснить их функциональную роль. Вот три предложения, то есть я определяю, что такое эпитет, я называю эти эпитеты, да, не обязательно все, может быть просто несколько наиболее ярких, и третье предложение я определяю функциональную Ну, то же самое, например, стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова Бородино. И тот же самый вопрос о наличии эпитетов. Учитывая, что к девятому классу это одно из изобразительно выразительных средств, с которыми ученики очень хорошо знакомы, как правило, анализируя стихотворение, мы привыкли к тому, что эпитетов там много. Это то средство, а без которого немыслимо создание лирического образа, когда у нас действительно получается яркий, эмоционально окрашенный оценочный образ. Но, работая со стихотворением Лермонтова, получается ситуация обратная. И ученик, который пытается выделить в этом стихотворении изобразительно-выразительные средства, приходит к выводу о том, что их очень немного. Буквально единицы на трех страницах текста у нас всего три эпитета. Более того, все эпитеты постоянные, то есть фиксированные, не индивидуально авторские. И когда возникает вопрос о функциональном значении, почему Лермонтов не использует так широко эпитеты для описания картины Бородинского боя, многие пишут о том, что ему так захотелось. Но объяснение на самом деле очень четко дается в самом тексте. И вот здесь также школьников нужно ориентировать на то, что любой вопрос, который возникает в варианте, который сопровождает текст, ответ на него дается самим текстом. Если начать понимать общую текстовую ситуацию, ну, хотя бы то, что стихотворение Лермонтова Бородино написано в жанре баллады. Так? А это означает, что текст имеет сюжет. А если можно выстроить событий и мирят, есть сюжетная основа, соответственно, есть герои. И одним из таких героев оказывается участник Бородинского сражения. Простой солдат, который об этом сражении рассказывает. И, конечно, учитывая это обстоятельство, можно объяснить отсутствие эпитета. Во-первых, это не входит в его замысел как рассказчика. Во-вторых, в силу своего социального статуса он просто не владеет таким средством. И все, что он использует, это два-три очень ярких штриха, когда достаточно говорить о том, чтобы описать картину Боя, как это делалось, например, в Былинах. Это будет понятно и доступно для понимания как читателя, так и того молодого воина, которому он рассказывает об этом Боя. Например, и вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Грозная сеча этот эпитет как раз содержательно, функционально все это брожает. А уже насколько она грозная, конечно, читатель представляет себе сам. Так? Поэтому здесь второе задание, оно нацелено на отработку какого-то литератургического понятия. Типы заданий они и в 11 классе будут такими же. То есть не может быть, что в 11 классе, давая ответы на вопросы, ученик не пользуется литератургическими терминами. Потому что очень часто психологически срабатывает какая ситуация, когда ученик дает ответ на вопрос, пишет достаточно много, объемный текст создает, те же 10 предложений у него формально присутствуют. Но получает он за ответ не выше одного балла. Это как раз таки связано с тем, что он не учитывает специфику формата самого экземена. Потому что речь идет не о том, чтобы написать просто текст. Это такое же задание, как, скажем, и своего рода задача, которую необходимо решить. А решить ее можно только с применением инструментария. Инструментарием в данном случае является набор литератургических терминов. Поэтому начинать подготовку к экзамену, конечно, нужно с отработки тестовой части. в одиннадцатом классе и с отработки перечной терминов в девятом классе. Потому что очень часто девятиклассники просто не рассматривают содержательно термины. Они вообще этот раздел пропускают, руководствуясь тем, что раз нет тестовой части, ну зачем они вообще тогда нужны. И далее общим заданием и для девятого, и для одиннадцатого класса становится сочинение. Конечно же. В данном случае требования к сочинению они одинаковы. Единственная опять разница будет заключаться в количестве тем для сочинений. В девятом классе их предлагается четыре. И две темы будут дублировать основной текст, который содержится в варианте. в идеале конечно вот как показывает практика были очень хорошие удачные работы написаны когда ученик делал вариант и в качестве фрагментов допустим попадался текст романа Пушкина Евгения Анигин. То есть он по нему писал три небольших развернутых ответа, а затем брал по Анигину тему для сочинения. И тогда он мог уже на другом уровне в большем диапазоне раскрыть проблематику текста. То есть он отрабатывал все в одном текстовом режиме. Он работал с одним произведением но на разных уровнях. На уровне фрагмента, на уровне какого-то терминологического определения, на уровне сопоставительной позиции и на уровне целостного синтетического взгляда. Для кого-то вот такой вариант будет более приемлем. Никаких запретов здесь нет. В плане того, что если я беру какую-то тему, то я должна брать ее обязательность того варианта, который я выполняю. Ничего подобного. Так? Поэтому это может быть какая-то другая тема. Опять-таки зависит от знания произведения. То, что касается 11 класса и 9, сочинения располагаются по одной схеме. Одна из тем покрывает диапазон древнерусской литературы до 18 и первой половины 19 века, то есть начиная от слова «Полку Игореви», заканчивая «Мертвыми душами» Гоголя, вторая тема это вторая половина 19 века и третья тема весь 20 век. То есть в зависимости от того, насколько хорошо освоен тот или иной период, ученик и выбирает произведение. Далее, теперь если говорить более подробно об 11 классе и потом когда мы будем разбирать темы для сочинений, соответственно, эта информация и для 9 класса окажется полезной. В 11 классе вариант сформирован по одной схеме. Он состоит из двух частей. Первая часть это работа с фрагментом текста и с целостным лирическим произведением или фрагментом лирического произведения. Здесь возможен и тот и другой вариант, если текст достаточно объемный. И вторая часть это написание сочинения. Так, еще одной частью оказывается тестовая часть. Хотя сейчас в варианте дана такая единая нумерация, тем не менее мы для себя все равно эти виды работ разграничены. То, что касается тестовой части, ее уровень сложности определяется как базовый. Предполагается, что ученик даже средне владея знаниями по литературе, но работая на уроках, прочитывая произведение, он может ее освоить. Как правило, здесь задания не представляют собой какой-то сверхсложности. в тестовая часть включает 12 вопросов. Первые семь посвящены первому фрагменту и вторые пять вторых. Не нужно думать, что эти вопросы хаотические. В каждом варианте они подчинены строго определенной схеме. И уже на протяжении последних трех лет появляется обычно, как только возникают новые демоверсии, такая запись, что никаких качественных принципиальных изменений в вариантах нет по сравнению с прошлым годом. Вот у нас сейчас в 2016 году такая запись тоже появилась, что вариант работы этого года, он совпадает с вариантом работы 2015. Соответственно, в 2015 году была такая же запись, что вариант 2015 года качественно совпадает с вариантом 2014 года. В основе своей действительно никаких качественных изменений нет. Но появились два небольших видоизменения, именно неизменения, это видоизменения. Когда на протяжении последних лет замечается такая тенденция, что вопросы, которые формулируются как в тестовой части, так и в развернутых ответах, они ориентированы не только камерно на литературу как предмет, они расширяют границы литературного произведения за счет взаимосвязей с другими предметами. То есть реализуются так называемые межпредметные или метапредметные связи, когда вопрос для того, чтобы на него правильно ответить, необходимо привлекать сюда знания из истории, из мировой художественной культуры, потому что здесь задача показать не только уровень собственно литературного образования, но и уровень культурного образования, такой культурной осведомленности. Ну, например, без каких-то первичных представлений о таком предмете, как мировая художественная культура, наверное, бесполезно анализировать стихотворение Осипа Мандельштама «Нотр-Дам». Тоже текст, который у нас был в одном из вариантов на ЕГЭ, и ученики столкнулись с проблемой, что они не могут элементарно прокомментировать этот текст, когда слова «базилика», «римский свод» оказываются просто непонятными. И сам текст не дает никаких ответов на этот счет. А непонятны они в силу просто такой культурной неосведомленности. Либо же очень часто в отношении исторических реалий также можно такие несовпадения наблюдать. Когда, скажем, был вопрос, связанный с императорами, в какое правление происходит действие романа. Ну, например, «Капитанская дочка». Мало написать, что речь идет об императрице Екатерине. Да, она Екатерина Вторая. Но это, если еще более-менее помнили, то один из вопросов поставил в тупик, под именем какого царя выступил Емельян Пугачев. И то, что это Петр Третий, тоже написала достаточно малая часть. В основном писали, что это Петр Первый. Но эти герои и как исторические деятели не сопоставимы вообще. Там даже эпохи разные. Поэтому в данном случае, конечно же, при изучении произведения нужно себе очень хорошо представлять еще и эпоху. создание текста эпоху отраженного в тексте. А затем вот то, что касается тестовых заданий, их можно разделить на следующие разновидности. И в данном случае ученику, чтобы вот эту большую такую информацию о разных текстах как-то обобщить, как-то собрать воедино, можно использовать такой прием работы с текстом, который мы условно назвали как паспорт текста. Допустим, когда ученик прочитывает тот или иной текст, я обычно своим ученикам предлагаю самим на эти 12 вопросов ответить. Первое. К какому направлению принадлежит данный текст? В каком жанре он написан? На чьи традиции ориентируется автор? Какова тема, идея, проблема текста? Так, фактически, если уже вот эти вопросы для ученика оказываются ясными, значит, половину вопросов о тексте он может предвосхитить. Значит, он уже наполовину этот текст понял, то есть, он уже наполовину будет успешен. Дальше, какие конкретно используются там элементы авторской поэтики? Потом выстроить, как развивается конфликт или там событий не ряд текста. Так, потом всегда есть часть вопросов, которые ориентированы на механическую память. Ну, в плане того, когда речь заходит об имена героев, о месте действия, так тоже можно себе это выписать как паспортную характеристику. Система персонажей, пространство, время, да, в каком году, какой император правит, так, ну, то есть, какой-то исторический, фон, исторический комментарий. Затем, очень мало сейчас, к сожалению, в процессе изучения произведений отводится критики, критическим отзывам тоже, хотя этот уровень критики, он, конечно, ограничен, но при этом есть такие хрестоматийные статьи. Например, когда в тесте возник вопрос, кто является автором критической статьи, тоже мало кто вспомнил, что, скажем, статью «Миллион терзаний» о, посвященную комедии Грибоедова «Горе от ума» о участках, написал Иван Александрович Гончаров. Да, как-то имя Ивана Александровича Гончарова большинство ассоциировалось только с названием романа «Обломов». То есть Гончаров как автор приемлем, но о Гончарове критике мало кто знал. Или же мало кто соотносил, что это одно и то же лицо. Поэтому вот здесь тоже этот критический диапазон нужно иметь в виду. Далее, если речь идет о стихотворении, та же самая ситуация. Направление, течение, жанр, определить тип рифмы, определить стихотворный размер, определить изобразительно-выразительные средства. Ну, то есть это вот то, что практически отрабатывает навык к анализу лирического произведения. И тогда потом, если вот такую тетрадочку на каждый текст, такой паспорт создать, перед экзаменом пролистали, повторили, посмотрели. Это и будет залог успешного выполнения тестовой части. Далее, когда речь заходит о второй группе заданий, это четыре задания с развернутым ответом. И это задание повышенного уровня сложности. По сути дела, именно эти задания являются основными для всей работы одиннадцатого класса. Если когда речь заходит о девятом классе, пытаться определить, какой там тип работы будет более значимым, конечно, это сочинение. То есть оно берет больше 50% всей работы. Но если пытаться вот такой же срез сделать для одиннадцатого класса, то сочинение там не будет определяющим. Поэтому вот здесь возникает еще какая ситуация. Тогда в девятом классе ученик готовился сдавать литературу и четко была сформулирована его позиция. Он должен хорошо написать сочинение. И большая часть времени и сил отводилась на выполнение этого вида работы. Ну то есть то же самое знание он переносит на одиннадцатый класс. А в одиннадцатом классе сочинение позиционируется как задание высокого уровня сложности. И фактически по баллам из 42 баллов оно занимает всего 14 баллов. То есть оно не является для всей работы определяющей задание. Поэтому не нужно так переориентировать время, что большая его часть отводится на работу на сочинение. Наоборот основу этого варианта составляют как раз вот эти развернутые ответы. Они за каждые можно получить 4 первичных балла и они в сумме дают 16 баллов. То есть 16-14. Если соотнести и пытаться как-то определить равноценность затрачиваемых усилий, то конечно же нужно научиться писать хорошо на 4 балла вот эти развернутые ответы. Прежде всего. Что они из себя представляют? Ну как мы уже говорили, это прямой связанный ответ. И ученик не только должен научиться его создавать, он должен научиться его проверять грамотно. То есть он должен понять, как складывается эта разболовка, за что он получает 4 балла. Во-первых, эти 4 балла делятся на 2 группы. Первые 3 балла это баллы содержательные и 1 балл это соблюдение речевых норм. В 9 классе этот балл тоже присутствует. То есть фактически его можно рассматривать как бонусный балл. Если содержательно ученик раскрывает вопрос на 2 или 3 балла и у него нет в ответе речевых ошибок, он получает этот 1 балл. Но если за содержательную часть ставится всего 1 балл, речь в данном случае не рассматривается. То есть 1 балл так и остается. Поэтому ученик должен очень хорошо для себя вот эту систему наметить. То есть 1 балл он получает за то, что создает прямой связанный ответ. То есть это ответ, который композиционно не предполагает ни вступления, ни заключения. Фактически это основная часть с ведущим каким-то тезисом. Опорный тезис и доказательная база. И опять-таки доказательная база выстраивается из расчета, что есть выход на авторскую позицию и выход на текст. То есть привлечение цитат или же каких-то элементов для анализа текста, подтверждающих выдвинутый тезис. Далее. задания 8-е, 9-е, 15-е, 16-е. Так, они вроде бы все по одной вот этой модели рассчитываются. Но, учитывая разницу в материале, есть, конечно, в каждом из этих вопросов свои индивидуальные особенности. Далее, второй балл. Это балл, которым оценивается понимание авторской позиции и раскрытие той термологической базы, которая необходима для понимания вопроса. И третий балл это наличие подтверждающих цитат или примеров. Адекватность их выдвинутому тезису. Ну и речевой балл в сумме дает 4 балла. На что здесь должно обращать внимание ученика? Вот очень часто оказывается, что хорошо занимаясь по литературе, имея гуманитарный склад ума, мысля для себя в будущем какую-то гуманитарную специальность, на самом деле ученику очень сложно бывает абстрагироваться от текста. То есть очень часто видя сам вопрос, ученик сразу же начинает содержательно на него отвечать, не разбираясь в его структуре. Этот путь, как правило, приводит к получению одного, реже двух баллов. На самом деле, как только ученик получает в руки варианты, начинает внимательно прочитывать вопросы, он должен для себя задать определенный алгоритм действий. Прежде всего, нужно понять, что эти вопросы не просто так располагаются попарно. восьмое, девятое, пятнадцатое, шестнадцатое. Прежде чем выполнять восьмое задание, необходимо прочитать и девятое. То есть оба вопроса идут в связке смысловой. Ответы нужно тоже очень грамотно распределить. Не может быть такого, что ответы дублируют друг друга или противоречат друг другу. Но при этом оба вопроса, они взаимоотражают друг друга. Затем, что еще необходимо понять о вопросе восемь и пятнадцать? Сколько вопросительных частей содержится в самом вопросе? А вопросительные части у нас определяются наличием вопросительных слов. Потому что здесь могут быть либо одна вопросительная позиция, либо две. И очень часто вот эту вторую вопросительную позицию ученики не видят. Ну, для примера, допустим, когда задается вопрос «В чем комизм экзамена устроенного метрофагушки?» Да, по комедии фанвизина недоросли. В данном случае четко одна вопросительная позиция. Либо же второй вопрос скажем, как и почему в комедии Гоголя «Ревизор» обыгрывается появление Христакова. Так, то здесь уже будет две вопросительных позиции, соответственно, в своем ответе нужно эти сферы разграничать. Затем, с чем мы еще столкнулись? Как правило, вопросительная позиция диктуется вопросительным словом. И ученик должен очень четко понимать, о чем его в данном случае спрашивают. Если упрощительное слово «почему?», значит, это вопрос у причинных. Он должен называть причины, искать эти причины. Если «в чем?», значит, вопрос, нацеленный на предметность какую-то. Если какими характеристиками внутреннего мира, допустим, или каковы характеристики внутреннего мира, или каков внутренний мир лирического героя, значит, качественные какие-то определения должны быть. Если у нас вопрос «как?», вот с ним самая большая сложность возникает, потому что вопросительное слово «как» уже содержит в себе два смысловых раскрытия. первое «как?», это каким образом, то есть в содержательном плане это сделано и с помощью каких средств это сделано. Поэтому уже появляется, если вопрос формулируется, например, как в данном эпизоде что-то изображается, ну вот скажем, в демоверсии выбран эпизод из романа Тургенева «Отцы и дети». Первая встреча Базарова с семейством Кирсановых, по сути дела, знакомства Базарова с Павлом Петровичем. И задается вопрос, как в данном эпизоде можно понять, что Павел Петрович и Базаров станут врагами. То есть как данный эпизод позволяет решить основной конфликт произведения. И в данном случае мало просто описать ситуацию и говорить о том, что Павел Петрович не подает Базарову руки и это его уязвляет. Содержательно все будет правильно, но при этом важно еще увидеть, с помощью каких средств это делает Тургенев. Но в частности, при описании портретной характеристики уже можно говорить о том, что возникает прием антитезы. Это устойчивая противоположность, этот устойчивый контраст, он будет сопровождать героев в ряде характеристик. Например, это связано не только с портретом, но также с речью, с манерой поведения. И в ответе все это необходимо раскрыть. Затем, следующее, что должен определить ученик. Он должен понять, с каким термином связан будет ответ, раскрытие ответ. Ну, например, вопрос очень простой. В чем комизм экзамена устроенного метрофанушки? И ученик начинает писать, комизм экзамена заключается в том, так, не понимая при этом, с каким термином ему приходится работать. В данном случае такого собственно термина, как комизм в литературе ведения в общем-то не существует. Речь идет о природе комического, комическое начало, которое предполагает смешные, нелепые, безобразные ситуации, основанные на социальном и эстетическом каком-то конфликте. В данном то случае смешно смешно, но за счет чего становится смешно? Поэтому прежде чем писать о комизме экзамена, необходимо дать разъяснение, что понимается под комическим, потому что вполне может оказаться, что у эксперта и экзаменуемого разные представления об этом предмете. А эксперту важно понять, понимает ли экзаменуемый то, о чем он пишет, или нет. А понять можно только за счет вот этого пошагового логического определения того, как ученик выстраивает ответ. Далее он определил, что такое комическое. Следующий момент. Ему нужно выйти на понятие ситуации. Комизм экзамена это комичность ситуации. В чем она проявляется? И далее формулируются несколько тезисов. При этом, когда речь идет о том, что четко количественно не подсчитывается, нельзя сказать, сколько тезисов необходимо для раскрытия. Может быть, достаточно одного тезиса, он будет определяющим, и в деталях можно его доказать, привести многочисленные примеры. Может быть, потребуется два или три тезиса, но, опять-таки, учитывая объем ответа, двух тезисов будет вполне достаточно, и только потом приводить примеры этой ситуации. тезисов. Затем ученик должен обратить внимание еще на формулировку вопроса в каком плане, чтобы понять, с каким фрагментом текста он работает. Если вопрос формулируется таким образом, как в данном эпизоде, вот это словечко в данном эпизоде как раз ориентирует на то, что ученик не имеет права расширять границы эпизода. Бывают вопросы, когда наоборот необходимо это расширение, но в частности как данная сцена знакомства Базарова и Павла Петровича раскрывает основной конфликт произведения. И конечно здесь ученик будет писать о том, что основным конфликтом Романа Тургенева «Отцы и дети» является конфликт мировоззренческий. И то, что встреча Базарова и Павла Петровича это элемент очень важный для понимания конфликта. По сути дела именно этот элемент является завязкой произведения. Более того, если ученик хорошо знаком с Романом Тургенева, он может вспомнить, что эта сцена представляет собой сцену дубль. Потому что перед этим эпизодом Базаров оказывается в точно такой же ситуации, только он выступает уже в роли, которая в данном эпизоде отводится Тургеневым Павлу Петровичу. Если вспомнить эту сцену, когда Базаров знакомится с отцом Аркадия. И то же самое, когда он видит Николая Петровича, у Базарова возникает мысль, что руки подавать он не хочет. Наоборот. он пытается сыграть роль, которую потом в отношении него играет Павел Петрович. Он пытается выразить тем самым свое презрение. Однако же Николай Петрович полностью обезоруживает Базаром, когда бросается к нему с распростертыми объятиями, и Базаров фактически вынужден пожать ему руку. И вот на фоне этого потом сцена, которая разыгралась уже при знакомстве с Павлом Петровичем, она, конечно, до глубины души Базарова вызвряет. И в этом плане, когда речь заходит о конфликте, можно говорить о том, что именно в этой сцене проявляется главное качество Базарова. Его обидчивость, его уязвимость, его ранимость, и показан механизм, каким образом можно этого добиться. Вот если школьники могут выйти на такой уровень обобщений, это как раз и предполагается, возможности ответа. Затем, конечно, у школьников способности разные. И порой очень часто, когда либо учителя не советуют выбирать издавать литературу как учебный предмет, они как раз из благих побуждений руководствуются именно этим. И очень часто можно услышать «ты мало знаешь, ты не напишешь», и так далее. В данном случае речь идет еще вот о чем. Ученик должен научиться пользоваться своими знаниями, он должен четко понимать формат экзамена, что выдвигается в качестве требований к конечному продукту, и уже потом соизмерять свои возможности, что у него получится. Естественно, что здесь не может быть какого-то однозначного шаблона, как, например, в более точных науках, когда в качестве проверки используется окончательный ответ, и эксперт проверяет только способ решения, а ответ у всех будет одинаковый. Неправильно думать, что литература это предмет, который лишен математической логики. То есть в этом плане, когда эксперты приступают к работе, к проверке письменной части, конечно же, проходит очень серьезная консультация, когда отрабатывается каждый вариант. Конечно, эксперты не имеют возможности сами прописать эти варианты все, но что делается? Вот на таких консультациях перед проверкой моделируется ответ. То есть по каждому варианту эксперты разрабатывают перечень опорных слов. Ну, например, для того, чтобы раскрыть вопрос о комедии Фанвизина, да, в чем комизм экзамена, достаточно, чтобы в ответе были слова комическая, ситуация, нелепость или то, что связано с различными формами понятия смех. Смешно, нелепо. Так? Это уже будет показателем того, что ученик понимает суть вопроса. Поэтому в данном случае ответы будут успешными только тогда, когда ученик может, абстрагируясь, да, от материала произведения, как бы со стороны на него посмотреть, увидеть специфику вопроса, логически понять, выстроить эту схему. И уже потом, да, второй этап, когда он создает ответ, он, по сути, делает, эту схему заполнить. Вот только тогда можно рассчитывать на 4 балла. Когда будут учтены конкретно все параметры, все запросы, которые предполагаются в вопросе. Затем еще один момент, который очень часто наблюдается в последнее время. Ученик ни при каких обстоятельствах не может изменять смысловую часть вопроса. То есть то, что является там истинным знанием. Например, если задается вопрос о комизме экзамена, предполагается, что эта ситуация изображается Фанвизиным комично. Это авторское решение. Бессмысленно писать, что, на мой взгляд, здесь не комедия, а трагедия разыгрывается. Это не входит в авторскую задачу. И сам текст не дает такого материала для такого решения. То есть получается, что ученик порой, желая быть оригинальным, начинает по принципу нигилистическому действовать. Он опровергает условия вопроса. Этого быть не должно. Поэтому, приступая к работе, ученик как раз и должен разделить, он должен понять, в чем заключается проблемная зона и что является истинным знанием. Именно это истинное знание будет точкой отсчета для построения ответа. Для построения его содержательной стороны. То же самое потоп имеет делать смысл и в сочинении, когда берется тема для сочинения. Та же самая специфика. Когда в качестве темы предлагаются проблемные вопросы, нужно очень четко понять зону проблемности и зону доступной информации. сочинения когда спрашивают что лучше сначала начинать делать в варианте, какие части выполнять, конечно однозначного рецепта нет и быть не может. Но учитывая опять-таки логику, поставленную задачу, конечно лучше двигаться так, как задания располагаются в варианте. То есть сначала идет тестовая часть, потом небольшие задания, потом сочинения. То есть переключение с одного вида работы на другой, с более легкого к более сложным, оно не только позволяет как бы наращивать диапазон, оно еще и позволяет как бы увидеть диапазон этих заданий. То есть посмотреть, сопоставить, как бы перепрограммировать что-ли для себя. И очень часто, когда говорят, что порой не хватает времени для выполнения всей работы. Например, бывали случаи, когда на апелляционном просмотре приходят ученики и говорят, ну у нас же в черновом варианте все сочинение было написано, мы просто его переписать не успели. Ни в одном случае черновик не поднимается для проверки. Его просто не существует. Не от того, что эксперты там не хотят его проверять, он просто недоступен для сканирования. И в этом плане, чтобы как-то упорядочить ситуацию со временем, нужно очень четко ограничить для себя этот временной диапазон. Ну, например, вот эти задания с развернутым ответом, небольшие, нужно научиться писать за 15-20 минут. Это вполне реально, и времени хватает. не нужно эти задания расписывать в объеме там 15-20 предложений. Во-первых, это будет уже другой жанр, скорее будет больше напоминать сочинение. Во-вторых, если ученик идет вот так в глубину, да, он раскрыл все замечательно на примере одного вопроса, но он все равно получит не больше четырех баллов. Поэтому в данном случае вот эти усилия, направленные на получение эстетического наслаждения, когда просто увлекаются и создают очень глубокие, красивые анализы произведения, они в данном случае не оправдываются самой задачей экзамена. Вот в этом плане, к сожалению, как правило, страдают дети, которые олимпиадные, вот так их называют традиционно, да, метафорически, ну, то есть те, кто хорошо пишут творческие олимпиадные работы, оказываются беспомощны, когда их письменный текст должен уложиться в нормативные рамки. И вот последний год, последние наши апелляции, как раз такие случаи, к сожалению, демонстрировали не единично, а прям частотно. Это, конечно, обидно всегда. Вот, и в этом плане предлагается, чтобы время как-то упорядочить, работать поэтапно. Допустим, создали два небольших ответа, можно их переписать. Да, с одной стороны будет смена видов деятельности, отдых, да, потом создали еще пару ответов, еще переписать. И так получается, что к концу экзамена, даже если ученик не успевает переписать все сочинение в полном объеме, но он перепишет более 150 слов, этого будет уже достаточно для оценивания. То есть не должно такое быть, что ученик говорит, я быстро пишу, за 30-40 минут я перепишу весь вариант работы. Это бессмысленно, так не бывает. Не потому, что это ситуация экзамена, так не бывает, потому, что приходится сразу переписывать очень большой объем, а учитывая, что задания разные, невольно начинаешь исправлять то, что было написано. Начинает идти вот эта вторичная оправка, когда хочется все переделать, и в результате ученик оказывается несостоятелен вот в этих временных рамках. Далее, вторые задания, они связаны с выстраиванием контекстуальных цепочек. Здесь требуется название двух текстов, которые были бы похожи в каком-то аспекте. И этот аспект задается уже в самом вопросе. Ну, например, в каких еще произведениях русской литературы, помимо романа «Отцы и дети», изображены отношения, там, взаимоотношения представителей разных поколений? И задача ученика назвать еще какие-то два текста по этому основанию. То есть называя эти тексты уже выполняются условия. Ну, скажем, это может быть комедия Грибоедова «Горе от ума», это может быть роман «Толстого война и мир», это может быть драма «Островского гроза». То есть вопрос достаточно широкий, он предполагает большой диапазон текста. Но само задание не сводится к тому, что это основание нужно доказывать, потому что очень часто эти задания на сопоставление воспринимают каким образом. Мне нужно найти два текста, и я пишу, да, вот комедия Грибоедова «Боре от ума», там два поколения, Фамусов, Чацкий и дальше Профамусов и Чацкого. На самом деле смысл задания не в этом. Вот это основание доказывать не нужно. Выбор текстов уже будет являться доказательством. В данном случае нужно сформулировать такие сопоставительные позиции, которые бы отвечали цепочке текстов. Такая ситуация возникает. Тоже очень часто вопросы начинают подменяться. Например, центральным словом в этом вопросе было слово отношение или взаимоотношение между поколениями. Нигде не говорится, что это обязательно должен быть конфликт, потому что взаимоотношения между поколениями могут не носить конфликтный характер. В данном случае, когда человек пишет, что конфликт между отцами и детьми, помимо Романа Тургенева «Отцы и дети» показан еще в ряде произведений, называет произведение, тем самым он на вопрос не отвечает. Так? Потому что он сам искусственно этот вопрос видоизменяет. Но если в качестве аспекта сопоставления он напишет, что очень часто эти взаимоотношения приводят к конфликту и в данном случае покажет, как это может быть, тогда это будет правильная позиция. Далее. Очень часто оказывается, что из двух перечисленных текстов один текст будет идеально подходить к предложенному тексту, такой идеальной парой являться. А второй текст будет подходить, но как-то менее убедительным будет смотреться. В данном случае эта ситуация вполне традиционная, особенно в лирике. Поэтому ученикам и дается право в качестве одного примера приводить текст того же автора, который дан в самом варианте. Ну, например, в отношении прозаических текстов это может быть сложно сделать, потому что, как правило, если приводятся какие-то большие произведения, крупные формы, ну, например, роман Гончарова «Обломов», задаться вопросом, что еще из Гончарова они читали, какое еще произведение. Навряд ли кто-то освоил там обыкновенную историю или обрыв или какие-то еще рассказы. Поэтому, конечно, здесь по первой части не получится. Хотя, скажем, они могли читать какие-то произведения из Достоевского помимо преступления и наказания. Там те же сказки Салтыкова «Щенрина». Все это возможно. То, что касается лирики, порой ученики рассматривают эту возможность как уникальный вариант. Ну, например, скажем, дается стихотворение Блока «Россия». Да, вот как в демоверсии 11 класса. И задается вопрос в произведениях каких поэтов изображается образ России. Так, допустим, можно в качестве одного из примеров привести стихотворение того же Александра Блока «Руси». Это будет очень удачной сопоставительной парой. Но, когда встает вопрос о втором тексте, тогда возникнет проблема. Потому что, какого бы автора ни привели в пример, будь то Есенин, Лермонтов, обычно берут там Думу или Родину, или там у Есенина «Гой ты Русь, моя родная». Эта пара, конечно, проиграет первой. Поэтому, а здесь решение за самим участником экзамена. Если он считает обоснованным, да, использовать текст того же автора, он может этим правом воспользоваться. Если нет, тогда он привлекает какие-то другие тексты. И далее, чем еще он может с полным правом воспользоваться? Нигде не оговаривается, каким образом эти тексты должны быть сравниваемы. То есть, ученик может пойти здесь двумя способами. Либо первый способ, он формулирует две позиции сопоставления, которые бы отвечали всем трем выбранным текстам сразу. Ну, например, вот тот же самый вопрос о взаимоотношениях поколений. Допустим, можно первый тезис сделать о том, что эти взаимоотношения часто приводят к конфликтной ситуации, прописать. вот, пожалуйста, конфликт у Тургенева, конфликт у Грибоедова и конфликт у Толстого, отец и сын Балконский, например, в определенный период, Чацкий и Фанус, или же Аркадий и Николай Петрович. Затем второй тезис, который связан с тем, что представители старшего поколения могут поступать более мудро, да, не доводя отношения до конфликта, то есть может быть обратная ситуация. Либо же в качестве второго тезиса можно взять то, что молодое поколение бунтует в силу молодости, так детям свойственно отрицание, они отрицают. И, напротив, старшему поколению нужно быть более терпимым в этом плане. И привести пример Николая Петровича и Аркадий. Николай Петрович, который всеми силами старается жить интересами сына, который рассматривает нигилизм как временное увлечение, при этом он находит в себе мудрость не говорить Аркадию о том, что занимается он, по сути дела, глупостью. Так, Николай Петрович, напротив, он дорожит душевным комфортом. Даже его женитьба на фенечке откладывается по той простой причине, что он боится, как на это взглянет Аркадий. То есть он ждет решения сына, да, благословления со стороны Аркадия. То есть получается, что эти взаимоотношения могут быть компромиссными. И опять то же самое, отец и сын Балконский. Так, возможно, невозможно. Чацкие фамусы. Так, посмотреть на этих текстах. То есть получается, что вот эти три примера, они будут идеальны. Оба тезиса к ним подходят очень хорошо. Но при этом второй способ, который позволяет посмотреть не ленточный такой способ анализа этих текстов, а рассмотреть тексты, как парные тексты. Ну, то есть это означает, что? Что из двух текстов, которые ученик выбирает, эти тексты не должны быть между собой связаны. Ну, допустим, когда речь заходит о комедии Фанвизина «Медросли». Но опять-таки, в силу того, что это произведение 18 века, там достаточно сложно найти какой-то адекватный текст, который бы непосредственно был с этой комедией связан. И когда задается вопрос, в каких еще произведениях русской литературы показано столкновение невежества и просвещенности, пожалуйста, ученик может выбрать комедию Грибоедова «Горе от ума», так, «Чацкие фамусы», представление Фамусова из «Колозуба», «Собрать все книги бы даже сжечь» и повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце», профессор Преображенский и Швондер, например. Оба эти текста, Грибоедов и Булгаков, если задаться вопросом, что между ними общего, в общем-то ничего. Но при такой подаче вопроса можно образовать и сформулировать тезис на пара фанвизин Грибоедов и фанвизин Булгаков и показать, в чем эта природа просвещенности и непросвещенности заключается. Вот такое соотнесение вполне возможно. Далее, когда речь заходит о лирических произведениях, очень часто школьники, сами того не подозревая, делают фактически ошибки. И на что следует внимание обратить? Вот чисто технически, потому что учитывая, что вот по этим техническим причинам ученик может потерять где-то до третий баллов, конечно, очень обидно всегда. Нужно обратить внимание, как пишутся названия стихотворений. Прежде всего, есть стихотворения, которые имеют двойные названия. Ну, например, в кодификаторе, когда ученик отрабатывает тексты, они очень часто обращают на это внимание, но как-то не объясняют для себя, почему это так. Скажем, стихотворение Пушкина 19 октября, посвященное лицейской ведовщине. И тут же в скобочках стоит первая строчка «Раняет лес багряный свой убор». Она ведь явно не случайно там помещается. Это означает, что у Пушкина есть несколько стихотворений, имеющих такое название. И тогда атрибутировать их можно только по первой строчке. То же самое стихотворение Пушкина «Карль». «Я помню чудное мгновение». Либо же стихотворение Пушкина, которое очень часто называют «Памятник». Это название не авторское, неправильное. Оно называется по первой строчке «Я памятник себе воздвигни рукотворный». То же самое на экзамене с чем столкнулись, когда стихотворение Пушкина «Зимнее утро» тоже по первой строчке называют «Мороз и солнце, день чудесный». Или же «Весенняя гроза тютчего, люблю грозу в начале мая». Или «Февраль» Пастернака. Так? Поэтому вот здесь нужно просто обращать внимание. Имеет стихотворение собственное название, либо оно названо по первой строчке. И если текст называется по первой строчке, необходимо в конце нее ставить многоточие, как знак обрыва, показывающий, что собственного названия у стихотворения нет. «Затем», когда речь заходит уже о сочинении, да, как о последнем таком виде творческой работы, в одиннадцатом классе, помимо того, что ученик выбирает тему сочинения, он должен выбрать еще и композиционную форму, в какой он будет это сочинение воплощать. То же самое касается и девятого класса. Наиболее традиционные удачные формы для изложения это форма либо аналитического сочинения, то есть сочинения в виде анализа произведения, либо форма сочинения рассуждения. Но в одиннадцатом классе еще позволительное раскрытие темы в форме эссе. Опять-таки при условии, что ученик отдает себе отчет, что это такое, и что хотя бы раз в жизни он эссе писал. Зачастую в основном к одиннадцатому классу, да и к девятому тоже частично вот эти формы либо анализ, либо рассуждение отрабатываются очень хорошо. Чем они друг от друга принципиально отличаются? Когда речь заходит об анализе произведения, текст, текстовая реальность оказывается на первом месте. И по сути дела ответ на вопрос он уже содержится в самом тексте. Поэтому для себя ученик выбирает путь как бы следования за автором в развитии его идей. То, что касается сочинения рассуждения, какого-то однозначного ответа на поставленный проблемный вопрос нет и быть не может. Это вопрос заведомо дискуссионный, который не предполагает однозначности решения. И тогда на первый план здесь выходит позиция, то есть моя точка зрения на изображенное в тексте. Как бы преломление личностного взгляда. Ну вот, например, та же самая схема работы, допустим, когда в качестве сочинения ученик выбирает такую тему. Почему Софья предпочла молчали начаться? и сочинение анализ можно по этой теме написать, и сочинение рассуждения, и даже эссе можно написать. Чем будут принципиально различаться эти вещи? Конечно, самый удобный, самый легкий вариант это написать сочинение анализа, потому что вопрос этот достаточно хрестоматийный, он определяющий наверняка при изучении комедии Грибоедова этот вопрос был в числе решаемых в ходе урока. На этот вопрос так или иначе можно найти определенный ответ. Определяя раскрытие темы в форме анализа, как должно выглядеть вступление основная часть заключения. Во вступлении ученик, как правило, должен определиться с чем. Почему эта тема стала проблемной, то есть определить зону проблемности и понять с чем это связано. В данном случае, если в теме есть термин, это сделать будет намного проще. Если такого термина литературы вечерского нет, как в данной теме, значит этот набор терминов, может быть один, их может быть два или три даже, необходимо проговорить. То есть во вступлении бессмысленно писать о том, что произведение Грибоедова «Горе от ума» это величайшее произведение в русской литературе. Необходимо сразу же четко обозначить, в чем заключается конкретно эта тема. Вопрос «Почему?», который ее открывает, это вопрос о причинах. «Софья», «Молчалин и Чацкий», обозначенные как «герой». По сути, дело являются не только героями, частью системы персонажей текста, они еще являются и участниками любовного конфликта. Следовательно, можно говорить о том, что ключевое понятие, необходимое для раскрытия этой темы, это понятие конфликта. И в этом конфликте любовном Софье отводится главная роль. Выбор ее не случайен, он продиктован рядом причин. Вот это информационная часть вступления. Далее, основная часть это конкретно те причины, которые из текста можно почерпнуть. Обзацы основной части, как правило, должны строиться единообразно. Желательно, чтобы они были равновременными, равноправно не только в содержательной своей формулировке, но и чисто внешне. Не может быть такого, что один абзац у нас вмещает в себя 15 предложений, а другой ограничивается там четырьмя-пятилями. Это будет означать либо то, что ученик неправильно разграничил сами абзацы, либо он неправильно сформулировал тезисы, либо он не знает, как какой-либо из тезисов раскрыт. Если раскрывать эту тему, то первое предложение, как правило, всегда задают опорный тезис. Допустим, одной из причин является то, что Софья Фамусова, начитавшись французских любовных романов, создает себе образ идеального возлюбленного, каким он показан в сентиментальных произведениях. И образ молчалина, который она себе создала, это образ вымышленной, который не соответствует реальной действительности, хотя Софья, конечно, об этом не знает. Вот он, тезис, дальше пошла, пошел выход на текст с привлечением примеров, эпизодов каких-то необходимых для анализа. Вторая причина, то, что Софья обижена начальством, которая уехала, и вот ее такая обида, которая сконцентрирована в реплике, ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко. Вот это любит кто кого, как раз реальная подмена имен Чацкого и самой Софьи. Ну и третья причина, хотя их может быть и две, что вполне достаточно, сочинение не предполагает полностью выборки всех причин, речь не идет о том, что ученик должен полностью раскрыть, то есть учесть все возможности, он должен показать путь, обозначить, может быть, основные какие-то причины. Учитывая объем сочинения, когда называется рекомендуемое количество в 250 слов, ну то есть в лучшем случае он может сделать либо два абзаца примерно по 100 слов, либо три абзаца где-то слов по 70. Да, вот из того 60-70 слов. Третьей причиной можно назвать, допустим, представление Софьи о московской семье, да, с идеалом муж-мальчик, муж-слуга, и учитывая, что подлинной сути молчалина она не представляет, но она точно понимает, к чему он стремится и что он будет для этого делать, вот эти характеристики ей подходят. Так, вот тем самым выстроилась система тезисов и тексту они не противоречат. В заключении, как правило, это одно такое развернутое аналитическое предложение, как раз и дается прямой ответ на вопрос с формулированными в теме сочинения. Таким образом, и перечисление, допустим, таким образом, обиды начатского, увлечение французской литературой, представление об обязанностях мужа и жены в семье. Все это и предопределило выбор сочинения. Вот структура сочинения. Если же, допустим, выбирать рассуждение, то, как правило, наиболее удачным оно все-таки будет по тем темам, в которых уже закладывается какой-то выбор. Да, это маркируется союзом или. Ну, например, кто является главным героем пьесы «Горького на дне»? Сатин или Лукай? Так? Уже предполагается сознательно, что от пишущего ждут выбора. и по сути дела эта тема, она провокационная, потому что очень часто ученик понимает, что ему заложено только два возможных ответа. И у нас были случаи, когда ученик начинал писать, делая свой выбор в пользу кого-то из героев. И первый тезис формулировался очень легко, очень хорошо. Допустим, он писал «Я считаю, что главным героем является Сатин, потому что он активный герой, он двигает сюжет, а в середине сочинения, когда приводится пример доказательной базы, точка зрения могла меняться. И ученик уже начинал писать, хотя есть неопровержимые доказательства, говорящие, что и Лука здесь тоже может быть главным. На самом деле, если возникает такой план сочинения, где обозначен какой-то выбор, необходимо помнить вот о чем, что здесь свобода выбора, она не ограничивается двумя позициями. Нельзя забывать о том, что по правилам логики может быть полноформатный вариант, то есть и Сатин и Лука оба вместе они могут быть героями. И в то же время ни один из них не может быть героем. Так? И прежде чем вот так бросаться и кого-то выбирать, нужно очень четко продумать. Если меня спрашивают о выборе, то прежде всего, опять-таки, я, как автор сочинения, должна знать, на чем я этот выбор основываю, то есть по какому параметру я его делаю. То же самое вот этот вопрос в отношении пьесы Горького. Главный герой на каком уровне? Если на сюжетном, это может быть одна ситуация, если в рамках пьесы как таковой, это может быть другая ситуация. Потому что в данном случае, если говорить о теории гран, которая содержательной является трагедией, ни Сатин, ни Лука не будут главными героями, как не нашедшие выхода, как сошедшие со сцены. Единственный герой, который пытается осуществить прорыв со дна жизни и которому это удается сделать, который уже не зависит от этого мира, это актер. Но тогда его уход это уход в небытие, по сути дела. То есть, если ученик выбирает тему, сознательно ориентируясь на выбор какой-то точки зрения, какой-то позиции, он должен эту позицию аргументировать и начинать нужно с основания этого выбора. Почему этот выбор делается? Затем, когда речь заходит о проверке сочинений, то же самое, перед экспертом не стоит задача, чтобы проверить сочинение на правильность позиции. Вот здесь как бы следует очень четко ориентировать учеников на что? Если позиция ученика будет доказательной, если она доказывается текстом, если ученик пошагово распишет, как рождается эта мысль, почему она возникает, почему он решает ее использовать как доказательную базу, эксперт может принять эту позицию, эксперт не должен соглашаться или не соглашаться с ней. Он может ее принять, то есть оценить ее по параметрам, по балу, но это не обязательно, что он с ней согласится. И вот в качестве такого примера для рассуждения, как правило, была такая идеальная тема по поэме блока 12, что она у нас вызвала с экспертами такое большое количество времени, мы на нее потратили, обсуждая, и так не пришли к какому-то однозначному решению. А вопрос такой, почему в финале поэмы блока 12 появляется образ Христа, появляется Иисус Христос. И понятно, что этот проблемный вопрос, который при изучении поэмы блока всегда возникает в 11 классе. И молодой человек у нас начал сочинение рассуждения с того, что сам блок не знал однозначного ответа на этот вопрос, хотя современники после выхода поэмы, а этот вопрос в разных формулировках так или иначе ему задавали. Единственная запись, да, отсылает к дневнику блока, где он писал, что не знает, почему там появился Христос, но там должна быть какая-то светлая, добрая сила. Да, на протяжении тысячелетия люди связывают ее с Христом. Вот так сложилось. То есть фактически это не ответ или это ответ, который не устраивает читателя. И дальше все попытки, каким бы они ни были, это одна из возможностей, не более того. И ученик обращает внимание вот на что. То есть он делает тезис. Я считаю, что Христос появляется как реализация идеи вечной женственности. То есть та символистская идея, которая реализовывалась с Иблоком и Андреем Белым. И дальше он начинает доказывать. Вот в этом плане желая проверить, что это такое. Потому что здесь могут быть два варианта. Либо ученик может, зная полемику, присоединиться к какой-то точке зрения. Либо он может создать и предложить свою точку зрения как одну из возможных, одну в ряде случаев. И специально посмотрели, да, есть ли что-то подобное у критиков, у литературо-ведов. Как-то оказалось, никому в голову не пришло это связывать. И на первый взгляд идея показалась абсурднее некуда. Но учитывая, что перед нами работа ученическая, интересно было понять, а как вообще вот эта идея возникла. И он в качестве доказательной основы приводит какие у него заключения. Ну, во-первых, то, что в финале Христос там появляется в белом венчике изрос, ну, то есть атрибут такой провокативный во многом, который никак с Христом не связан. И вспоминая о том, что белый венчик изрос это богородичный атрибут, он выходит вот на этот женский вариант. И далее он привлекает теорию символизма. Сказать, что эта идея абсурдная тоже не получится, потому что здесь показано, что, во-первых, то, как развелась мысль, можно говорить о том, что, наверное, это суждение ложное. Да, можно найти там массу илья, но в данном случае ученик у нас выбирает рассуждение и он тексту не противоречит. Единственный изъян в его работе то, что он берет отрывочно вот эти детали. Он на целую идею проблемы не выходит. Но поставить ноль баллов за созданный текст, конечно, эксперт не поставит. Вообще все сочинение в девятом и в одиннадцатом классе оценивается по пяти критериям. Вот первый критерий это как раз будет связано с пониманием проблемы и раскрытием содержательной стороны. А сюда как раз и будет входить понимание проблемного слова и то, что будет являться точкой опоры в рассуждениях. Вот то же самое когда бывает, что ученик реагирует не на формулировку вопроса, которую видит в теме, а реагирует на либо фамилию героя, либо на название произведения. Ну, например, в чем главная причина одиночества Печорина? Народ увидел, что там Печорин, что это роман герой нашего времени. И в большинстве своем многие сочинения сводились к характеристике Печорина. А по сути это дело сочинение было связано с тем, что Печорин одинок, и это одиночество объясняется несколькими причинами, как минимум. И среди них есть какая-то главная причина. Причем эти несколько причин возникают как точка зрения одного из рассказчиков последователей. И вот об этих точках зрения ученика должен был писать. Он этого не увидел. или же очень часто тексты Достоевского оказываются привлекательными в преступлении и наказании в частности, когда задается вопрос о Петербурге. Так, каким предстает Петербург в произведении Достоевского? Или роль пейзажа в преступлении и наказании? И очень часто шаблонные ученики начинают писать о том, что Петербург в желтом цвете предстает и далее диапазон символики этого цвета. Хотя опять-таки забывают о том, что этот желтый Петербург показан через сознание одного из героев. Для того же Сведригалова Петербург в совершенно ином цвете предстает. Другой Петербург видит как пейзаж. Это мокрый такой инфернальный Петербург. Для кого-то он в зеленом цвете представляется. Там, где Васильевские острова, там зеленый купол церкви, зеленый платок и так далее. То есть тогда здесь при раскрытии темы не учтен весь диапазон ее глубины. Поэтому первый критерий он оказывается определяющим для сочинения. Если по этому критерию эксперты считают возможным поставить ноль баллов, то далее работа не проверяется. Все сочинение оценивается нулем баллов. Далее второй критерий это использование терминов. Также сочинение порой бывает очень хорошо написано, но без использования какой-либо терминологии. тогда тоже к сожалению ноль баллов за этот критерий получается. Что учитывается в использовании термина? Во-первых, тот опорный термин, который продиктован в теме, да, или же который возникает как проблемный термин, в этот критерий не входит. потому что он рассматривается в рамках понимания первого критерия. содержательный критерий. А вот дальше уже при анализе произведения ученик и должен показать как он видит этот терминологический аппарат, как он его свободно использует. Термины делятся на две группы. Есть термины общие, то есть самые простые рабочие определения. Порой ученик даже сам не понимает, что он эти термины использует. Они применимы к любому тексту. Автор, либо указание на жанр произведения, главный герой, система персонажей, тема. И есть термины специальные, которые применимы к конкретному жанру или к роду литературы. Например, если это драматический текст, явно можно упомянуть диалог, монолог, ремарка. герой-резонер, акт, действие. Если это лирика, явно лирический герой, мотив, образ, строфа. Этот критерий учитывает две возможности. Во-первых, термины должны быть использованы при анализе текста, то есть в основной части. И второе, они должны быть написаны без ошибок и использоваться без искажения смыслового. Вот это очень важно. При этом, если ученик сомневается, как пишется тот или иной термин, лучше обойтись без каких-либо сложных конструкций. Когда, скажем, очень часто у нас были попытки введения такой сложной терминологии, как оседентантные и полиседентантные конструкции, наратор и что-то подобное. Ну, не говоря уже о термине экзистенциализм. Далее, третий критерий это работа с текстом. Это привлечение текста художественного произведения. Здесь три балла, то есть максимальный балл в одиннадцатом классе, два балла в девятом классе, можно получить, если в сочинении будут показаны три уровня работы с текстом. То есть демонстрация трехуровневой специфики. По принципу расширения. Первый уровень это цитатный уровень. Если речь идет о лирике, о лирических каких-то текстах, то предполагается в обязательном порядке это продиктовано условиями экзамена, что берется для анализа три стихотворения. Если ученик делает прекрасный анализ, но одного или двух стихотворений однозначно это будет нулевая работа, к сожалению. Такие случаи тоже у нас были. Далее второй уровень это уровень работы с фрагментом, то есть какая-то ключевая сцена, какой-то ключевой эпизод. И третий уровень это уровень обзора, то есть когда текст привлекается на уровне деталей, на уровне каких-то общих суждений. так поэтому и получается текст на уровне цитата, микроуровень на уровне эпизода и на уровне макротекста, то есть целостного текста. Затем четвертый критерий оценивания это композиционная цельность и логика. Композиционная цельность предполагает, что если ученик выбирает скажем, сочинение рассуждения он должен полностью соответствовать этой форме. Если сочинение анализ, значит сочинение анализ. То есть не может быть такого, что в сочинении можно найти элементы всех двух или трех форм. А затем то, что касается логики, эта часть предполагает непротиворечивость суждений. А затем обзацы строятся по принципу выдвижения тезиса, привлечения авторской позиции и конкретное доказательство на уровне примера. Ну и пятый критерий это критерий речевой, при этом оговорится о том, что не орфографические непонтакационные ошибки в экзамене по литературе не учитываются. Они учитываются у нас в рамках экзамена по русскому языку. Однако это не освобождает ученика от того, чтобы писать грамотно. Там есть такая оговорка, речевые ошибки не учитываются, если они не влияют на содержательное, то есть смысловое понимание. Ну, например, не знает ученик, как писать приставку при и при. Допустим, пишет он неправильно, значение слова оказывается совершенно другим. Ну, в Ашмачкине большая часть писала, что все сослуживцы его презирали. То есть, когда на апелляции говорят, ну, я же все правильно написал, и объясняю, что сослуживцы хотели его усыновить, или милости ему оказать, да нет, конечно. В данном случае это уже не орфография. В рамках экзамена это квалифицируется как раз как речевое непонимание, как речевая замена. В речевых ошибках учитывается все. Грамматика, ну, собственно, речевые, там, какие-то стилистические погрешности. Поэтому вот здесь нужно быть достаточно внимательным при вычитке этого текста. Так? Ну, и тогда в целом как бы все должно сложиться. Еще один такой практический совет, он, как правило, работает в той ситуации, когда ученик уже научился делать полные варианты рабочие, необходимо, чтобы он сам побывал в роли эксперта. То есть, когда ученик будет иметь четкое представление о критериях, не просто когда-то он их прочитал, не просто он знает, что да, максимально здесь 4 балла, здесь 3 балла, когда он четко для себя распишет эти критерии, их не нужно ни в коем случае учить, их нужно просто понять. Один балл я получу, если я сделаю вот это, один балл я получу, если сделаю вот это. И когда вот эта картинка сложится, он должен уметь видеть свой текст через эти критерии. То есть, прочитывает он сочинение с ручкой в руках, да, он сразу отмечает, у меня должны быть термины. Если я их не использую, я теряю 2 балла. Казалось бы, 2 балла мелочь, но они же пересчитываются, поэтому, конечно, мне они нужны. И я проверяю свой текст, например, наличие терминов. Так? Значит, если их нет, я их тут же добавляю. То же самое, я анализирую текст, я работаю с текстом, мне нужны три уровня, вот они у меня, первый, второй, третий абзац. Так? Вот когда он сам это увидит, вот так отстраненно, тогда можно говорить о том, что он с задачей экзамена справился. Потому что очень часто при подготовке к экзамену больше времени, усилия уделяется именно содержательной основе. А вот о форме, как правило, мы в последнюю очередь. На самом деле, любой экзамен, прежде всего, это такой конечный продукт, это уже какие-то формальные показатели. Поэтому, когда ученик подает апелляционное заявление с просьбой пересмотреть балл, первый показатель, который говорит о том, отклонить апелляцию или ее рассмотреть, это показатель формальный, то есть технический. И если эксперт на вопрос, соответствует ли работа формальным требованиям, отвечает отрицательно, нет, она не соответствует, ни о какой апелляции уже речи не идет. Это означает, что ученик не вписался в формат экзамена. Ну, вот, наверное, такие общие какие-то комментарии. Ну, что ж, уважаемые коллеги, очень подробно Вера Владимировна объяснила, как нужно подходить к экзамену, очень подробно проанализировала. Позвольте, вот пока вы сейчас пишите свои вопросы, а также не забывайте в конце написать свое отношение к ВЭП-семинару и обязательно сказать, нужны вам эти семинары такие вот в таком формате или не нужны, потому что для нас это важно для того, чтобы спланировать на следующий учебный год. Позвольте мне, как методисту, немножечко обратить, как бы подвести итог и обратить внимание, а вы пока пишите нам вопросы. Итак, когда вы будете смотреть методические рекомендации для учащихся по подготовке к ЕГЭ, обратите внимание, во всех методических рекомендациях, как и здесь Вера Владимировна очень подробно обращает внимание на те ошибки, которые дети допускают. Поэтому есть очень хороший вариант взять или из этих методических рекомендаций, или то, что вам дети пишут, на тот последний аспект, что сказала Вера Владимировна, научить их видеть свои ошибки, работать своим текстом. Вот и этот текст можно его представить в электронном варианте на какие-то электронные доски, чтобы дети попробовали исправить ошибки, сделать текст более совершенным и его, может быть, даже переписать так, как правильно в соответствии с требованиями. Требования должны лежать рядом учащихся, чтобы они могли их на самом деле не просто накладывать, но и осознавать. Дальше. Особенности типа задания это при знакомстве, Вера Владимировна уже о ней говорила, обратите внимание детей, как на какие отвечать. Здесь было очень подробно на эти вопросы, что нужно и как. То есть с этим нужно познакомиться. Дальше. Во всех, в каждом методическом пособии обращается внимание, что это все-таки экзамен, он нацелен на детей профильного обучения. Почему? Потому что кроме базового уровня у них есть некий расширительный кодификатор, то есть те произведения, которые на базовом уровне не изучаются. В кодификаторе на это внимание обращают. Поэтому еще раз, может быть, пройтись по кодификатору, посмотреть, какие произведения нужно изучать. Ну и то, что Вера Владимировна говорила, может быть, еще раз в кодификаторе посмотреть, как называется это произведение четко, чтобы потом их не спутать. Вот этот вариант, тренировочные варианты, все обращают внимание, для того, чтобы очень хорошо сдать, для того, чтобы те вопросы, которые есть, они были на слуху. Все-таки обратитесь на ФИП, в банк заданий, как можно больше прорешайте их с детьми. И еще, когда вы готовитесь к части С, малого формата, большого формата, может быть, вам все-таки пробежаться по банку заданий и посмотреть вот в части С по тому произведению, которое вы изучаете, как сформулированы вопросы и как подаются темы, для того, чтобы четко знать все-таки по какому произведению, какие будут темы. Вообще, мне кажется, Вера Владимировна, они из года в год как-то чуть-чуть изменяются, да, просто вам нужно посмотреть в произведении, на какие аспекты будете обращать внимание. И список художественных текстов для обязательного чтения в кодификаторе вы точно это все найдете. Здесь мы просто обратите внимание на задачи, что нужно проанализировать, как нужно изучить темы, какой составить словарик литературо-реческих терминов. То есть, ну, на самом деле, то, чем закончила свою речь Вера Владимировна, она сказала, вы на самом деле посмотрите, на какие литературо-реческие термины обращается внимание. Вот, когда представлены все те документы на ФИПИ, там вообще-то обращается внимание, какие литературо-реческие термины они должны знать и правильно ими апеллировать. Следующий момент. То, что Вера Владимировна говорила, просто вот очень бегло обратить внимание на теорию. То есть, Вера Владимировна сейчас глазами тоже пробегается, да, то есть, вот мы обращаем внимание на то, что, на что нужно обратить внимание при анализе текста и при ответе теоретических вопросов. Вот, то, что очень важно им знать и вне сюжетные элементы, в которых они очень плохо разбираются. Так, да? Дальше, литературные формы, где тоже они очень слабо ориентируются. То есть, есть вещи, на которые прямо сейчас нужно обратить внимание. И вот то, что Вера Владимировна говорила, хороший такой совет, между прочим, если готовить детей уже с пятого класса в профильных, да, это завести, вот, как вы сказали, портрет, да? Паспорт. Паспорт, да. Паспорт. Слово, не в школьнике меня так сказали. Ну, нет, мне тоже понравилось. Я литературный гильник называю, здесь вот паспорт, мне даже больше понравилось. Вот выделите какие-то моменты, на самом деле, которые необходимо знать для того или иного произведения, чтобы на самом деле повторить. Вообще, очень удачное название, между прочим. Опять же, вот то, что сегодня проговорили, те тропы, стилистические фигуры, которые дети должны знать, и вы готовите их также по русскому языку. Вот в данном случае, если по русскому языку их нужно увидеть и узнать, да, то здесь какую роль, какую функцию они несут в произведении. И вот мне очень понравилось, Вера Владимировна обратила ваше внимание, что как раз многие вещи, это оценочная реакция, и чья это оценка. Вот как раз вы и выходите на точку зрения и писателя, и автора. автора. Можно прибыль? Да, давайте. В кодификаторе эти термины уже сгруппированы, то есть их не имеет смысла как-то хаотично изучать, поэтому их нужно посмотреть именно в связках, то есть как там набраны группы этих терминах, если это форма, то, что в себе форму заключает, если это содержательная сторона, потому что очень часто, когда в самом вопросе, допустим, какой прием позволяет ученик в растерянности, он не понимает, из чего ему выбирать. То есть очень часто даются ответы, а это вообще не прием. Или какой речевой разновидности принадлежат реплики героев. Он не понимает, что речевая разновидность это монолог или диалог. Поэтому в данном случае то обобщающее в разделе, что этих терминов касается, оно очень часто в вопросе и есть, как соотнесение родовидового значения. Поэтому еще вот на этом родители. Все, что здесь в презентации, это как раз концентрация того, что сегодня проговаривалось. Оно будет все выставлено у нас завтра уже. И если вам это нужно, вы можете воспользоваться. Мне кажется, информация пригодится особенно для родителей, которые вместе с детьми определились, что этот предмет они будут сдавать, и конкретно что от них требуют. Потому что иногда родители не совсем четко осознают, что нужно сделать для того, чтобы сдать достойный экзамен. Вот я думаю, очень четко теперь будет понятно. И вот историко-литературный контекст, он здесь обязательно учитывается. Вообще-то весь так экзамен построен, что здесь не только умение пользоваться литературно-веческими понятиями, здесь вообще-то вот этот историко-литературный контекст, он непосредственно влияет на и на анализ, и на понимание позиции автора. Потому что в конце концов вы на это и выйдете. Далее, обратите внимание, то, что здесь уже проговаривалось, я просто бегом по поводу прозы, на что обращать внимание, и Вера Владимировна уже говорила, да, периодизацию, и по поводу лирики. Периодизация и на что обращать внимание. Наверное, знаете, раньше говорили, Вера Владимировна, как вы считаете, что можно все-таки из-за нехватки времени, да, то можно брать литературу определенного периода для того, чтобы подготовить детей. Ну, например, 19-й век только. Есть шансы хорошо сдать? Нет. Потому что в любом случае вариант так запрограммирован, что задействованы 19-й век, и даже там раньше частично, и 20-й век. То есть у них в варианте, если первая часть по 19-му веку, вторая по 20-му. И наоборот. И очень часто вот этот раздел в кодификаторе литературы 20-го века, он как раз оказывается самым провальным, потому что там берется срез таких текстов, которые в школе либо очень обзорно идут, особенно стихи, и порой имена там Самойлов, Ахуджава, Высоцкий, если еще о чем-то говорить, то Тарковский, там Мартынов у них обозначены, и они не понимают вообще, кто это. То есть они не знают, как с этими стихотворениями работать. Хотя, казалось бы, инструмент анализа лирического стихотворения как навык, да, вот у них должен уже нарабатываться. Поэтому, а здесь их ввергает в смущение просто незнакомые персоналии. Поэтому, если только готовить какой-то узкозамкнутый период, ну, к сожалению, без вариантов. Вот видите, даже без вариантов. Я еще думала, что все-таки какой-то вариант есть, но Вера Владимировна говорит, что все-таки вариантов нет. Ну, как показывает практика, нет варианта будет, но опять-таки он будет слабый, он будет, ну, на 8 баллов, допустим, да, вот, чтобы 32 набрать в итоге. Ну, обратите внимание, мы здесь с Верландовиной как раз и попытались, по крайней мере, хотя бы фамилии перечислить, те, которые нужно, ну, не просто узнать, но и какие-то произведения. Да, они и есть в квалификаторе, но большей части презентация рассчитана на то, что все-таки и перед детьми показать, что их ожидает, и перед родителями. То есть вот те электронные журналы, которые вы ведете, вы часто прикрепляете к ним информацию. Я думаю, может быть, и эта информация вам пригодится. Здесь просто пролистаем все, что требуется, и здесь уже проговорили. Примерный план анализа от Веры Владимировны, то, что здесь написано, она все практически осветила. Посмотрите и место в развитии, и композиции, и речевой строй, и события, и все тут можно посмотреть, и темы и проблемы в развитии, которые получили здесь свое развитие, и значение эпизода и так далее. То есть вы еще раз можете обратить внимание, кроме того, что вы всегда можете прослушать в этом семинаре, вы еще и сконцентрировались в сжатом виде то, что сегодня было проговорено. И я бы еще хотела обратить внимание, в конце обращается на то, то, что вы можете использовать при подготовке. Ну, разумеется, конечно, те ОМК, по которым вы работаете, но кроме этого сейчас, я так думаю, что большой арсенал выходит и методических рекомендаций, и специальных тренировочных заданий, которые можно показать детям, как нужно отвечать, и выйти особенно, то, что я говорила, в банк заданий, потому что без этого никак невозможно. И вот здесь вам приводится рекомендуемая литература. И авторы есть, и как выглядит обложка, то есть рекомендовать какой-то один было бы некорректно, поэтому я так думаю, что выбирать вы должны сами. Но не забывайте, что вот в таких книгах, как методические пособия, да, они как раз не очень дают возможность подготовиться к ЕГЭ. Почему? Потому что большей частью они похожи на пересказ, поэтому обращаться к какой-то критической литературе всегда все равно придется. И рассматривать какие-то литературо-еведческие понятия и подходы, вот то, что Вера Владимировна говорила, исследователи разных эпох, это тоже очень важно. Потому что для того, чтобы определить свой подход, все-таки надо немножечко и ориентироваться, кроме моего подхода, лично основа, которого я сейчас пробую доказать, а все-таки какое слово было уже сказано об этом произведении. Может быть, можно и выбрать, ну, Вера Владимировна говорила, позицию, которую они уже прочитали, и она им близка. Итак, спасибо за то, что Вы сейчас написали Ваши отношения, это очень важно, и это повлияет на наши дальнейшие планы. Если есть сейчас вопросы, мы попробуем на них ответить. Ну, я пока вопросов не вижу, да? Но большей частью то, что сейчас написали, это слова благодарности. Значит, наша встреча с Вами не даром прошла, и для нас это очень важно. Спасибо Вам огромное. Все, что сегодня говорилось, и презентация, и то, что сегодня Вера Владимировна очень подробно объясняла, все это будет в записи, вы всегда можете воспользоваться, и завтра это будет уже выложено в нашем виртуальном пространстве, сайт Крик и ПРО. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok